Девушки отдыхают Один килограмм, one-time weight 26 лет Кандидат в мастера спорта по панкратиону Бронзовый призер Республики Беларусь по панкратиону Победитель турниров NFG 6, NFG 8, NFG 10 и NFG 12 Девушки отдыхают В синий угол октагона приглашается боец клуба ЗСАЕ Жлобин Александр Гильотина Змушко Александр Гильотина Змушко 61 килограмм, one-time weight 24 года Чемпион Кубка Республики Беларусь по панкратиону Стальный удар Серебряный призер чемпионата Беларуси по панкратиону Чемпион Беларуси и Гомельской области по ушу Саньда И чемпион турнира по ММА BFC 46 и BFC 50 Александр Змушко Александр Вантеев Ну, никтейм Гильотина указывает на желание побеждать в партере и умение исполнять приезд Гильотина Встречайте в красном углу октагона Кандидат мастера спорта по панкратиону Бронзовый призер Республики Беларусь по панкратиону Победитель турниров NFG 6, NFG 8, NFG 10, NFG 11 Боец Академии ММА Минск Александр Львиное сердце Вантеев В синем углу октагона Чемпион Кубка Республики Беларусь по панкратиону Стальной удар Серебряный призер чемпионата Республики Беларусь по панкратиону Чемпион Республики Беларусь по ушу Саньда Победитель про-аматорского турнира по ММА BFC 46, BFC 50 Зеса Ежлобин 24 года Александр Гильотина Смушко Мне кажется, Александр напрасно взял себе такой никнейм Получается, все готовятся к тому, что он может гильотиной задушить Хотя, может быть, это военная хитрость Сейчас мы узнаем Все-таки Партизанские края Ну, у нас Алексей Оленьев тоже брал себе прозвище «Лудав» И при этом ничего ему не мешало проводить свои приемы Он конкретно же не говорит, каким именно он будет душить Ну, это да Это по пять минут Внимательно слушаем мои команды, соблюдаем правила Корректный и красивый бой Приветствия Олла Первый раунд Ух так, Жмушко бодро начал Да, пока не бросается в попытке взять шею на гильотину Сейчас хорошо коленями работает Вантеев, в свою очередь, но Как бы самому в гильотину не угодит И вот Вантеев сам проводит Да, да, да Обратил внимание Нет, ну ушел, ушел Жмушко Пытается развернуть Вантеев очень активно действует Попытался Вантеев бросить Через себя Через бедро, вернее Ну, да, через свое бедро, в любом случае Так что Сейчас Жмушко давит Ну, хорошо Пробивает колено Да, разворачивает Вантеев Разорвал Разорвал на уши Разорвал на уши Разорвал на уши Разворачивай Борется активно у сетки С переменным успехом Вот сейчас, кстати говоря Вот сейчас Ну, нет, нет, не получается Нет, не получилось Ну, захват брал неприятный Змушко, кстати говоря Если говорить о гильотиде Ух ты, ух ты, ух ты Крутит хорошо Слушай, это очень неприятный момент Очень неприятный момент Ну, как здорово Как здорово сработал Вантеев А очень неприятный момент Да, в какой-то момент было видно Что Вантеев даже Мне кажется, что мелькнула мысль А не бросить ли это все Ну, нет Молодец Удержался И в итоге Что еще раз подчеркиваю Что неправильность выражения Первой мысли Всегда самая правильная Не всегда Посмотрите Если сейчас ногу вытянет Очередная попытка Из Мушко Он вытянул ногу Посмотрите Сейчас здесь такая ситуация Просто с рукой Видишь, руку Руку не может прижать И вот сейчас Надо действовать Надо действовать в стиле Вот, вот, вот И поднимать Да, да, да Вот так вот надо действовать Вот именно в этой ситуации С учетом того, что А вот сейчас руку прижал Сейчас худшая ситуация Для Вантеева Очень плохая ситуация Для Вантеева Сейчас Ну, здорово Он борется И здорово освобождается Что за ситуация? Тем не менее позиция все еще опасная для Вантеева Очень она опасная и очень непрятная Но сейчас уже есть возможность освободиться Теперь вытаскивает руку и пытается на болевой выйти Но скула сейчас разворачивается Я думаю развернется Да, да, развернулся Вантеев Настоящий грэпплерский матч Великолепный грэпплер, великолепные уходы Да, великолепно действовал каждый из бойцов Один в атаке очень хорошо угрожал Другой здорово защищался Каждый показался, что Это действительно Это был красивый грэпплинг И такое разнообразие навыков Пытается с Мужков все-таки гильотину сделать свою Как вот он Ну нет, там захват уже ушел Здорово развернулся, да, Вантеев Да, классно ушел Ух, какие моменты сейчас мы наблюдаем Дали с вами Уважаемые телезрители Это действительно была борьба умных Грэпплеров Подсекает ногу сейчас Змушко И бойцы оказываются на конвасе Сейчас может вытащить, оно уже не так много времени остается до завершения первого раунда Поэтому навряд ли что-то уж с Мужко получится Но, по крайней мере, он его завершает Находясь Ух ты Ты пытается на болевом Там уже Вантеев почти вытянул руку Срывает, срывает, срывает Срывает захват Да, очень неплохие ребята Ой, я не вышел Не вышел с захвата сейчас С Мужко и свалился на Вантеева Но это здесь Продолжение боя еще у них было небольшое Больше движения Стороны подкручиваю Правой стороны возобновляется бой это второй раунд вантеев идет в атаку мидлкик но подхватывает ногу сейчас в принципе ой как здорово ой 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 нет посмотри опять классно срывает теперь уже захват с мушков очень здорово ребята действуют очень интересно здорово вот как здесь угадать до победителя на пятку выходит ну нет нет я думаю не докрутит захват не получится да здесь так до вантеев ушел но посмотри звуку опять вывернулся и снова оказывается теперь боковом контроле несколько ударов звуку наносит сверху сейчас бы ему развернуться выйти на север-юг уже тогда раз уж такая позиция оказался хороший вязкий бой очень хорошо и грамотно в мушку контролирует соперника если вы ногу сумеет просунуть и получается пытается вырваться закрепиться да не не получается пытается вырваться сейчас в антеев и возможно вырвется кстати давид если вдруг кто-то может быть не хочет слушать выставок комментируем могут переключиться на английский у кого есть такая возможность и послушать как комментирует легендарный фрэнк шемер и вот смотри сейчас гильотина но из нас в одну ногу вряд ли он наверно с контролем одной ноги вряд ли наверно сделает да и по моему захват там нет здесь ничего опасного нет для вантеева рефери поднимает бойцов возобновляется поединок и снова подсекает здорово выходит на хилл очень редкий такой вариант это правило а вот опять на пятку пытается теперь выйти нет не получилось очень ситуация меняется с мужской сейчас пытается уже добить просто своего соперника без всяких там болевых и удушающих еще один удар наносит мужской и вот очередная попытка выполнить болевой да нет здесь пятками освобождается вантеев тоже не пройдет теперь вантеев уже пытается оказаться позиции постоянно меняются просто перечень посчитать невозможно кто сколько раз кому угрожал количество приемов убыток точнее приемов поражает хочу но На него, вот, отсюда работает, контролирует. Да, да, еще, гад закрою. Гад, не торопись, не торопись. Возьми... Да, опять бить, бить, бить больше. Достаточно вставную руку. Ох, хорошо, сейчас. И на него сразу перекрутился. Там вам оплата могла получиться. Да, 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 редчайший. Я замер, замер. Думаю, неужели доведет, но нет. Ушел все-таки от этого редкого приема. Ну и уже ребята, наверное, решили долежать уже в раунд. Очень интересное противостояние, которое проходит фактически полностью в партере. Напомнило чем-то даже поединок Демиана Майи и Бена Аскрина. Видно, что много скальзов, скальзов их постоянно. Что ж, третий раунд у нас впереди. И очень интересный, ну, получается, что грэффлерский фактически поединок. Мы наблюдаем, ну, правда, с ударами, конечно же, с ударами в партере. Но в большей степени бойцы стараются поймать друг друга на какой-то болезнодушающий, но не могут перехитрить. Мантеев бросается вперед и вскользь даже получилось достать. Здесь действительно ребята подстать друг к другу. Вот в отличие от поединка, который сказал ты, там, в принципе, атаковал все время один человек, а второй просто уходил от атак. Вот. Здесь каждый пытается поймать на болевой удушающий. И, в принципе, как бы нет такого, что один борец, другой джитсер. Здесь оба грэффлера скорее. И вот оба пытаются именно переиграть в каких-то таких тонкостях грэпплерских. Боковой контроль. Смотри-ка, забирается в маунт из мушку. Сейчас можно и поработать. Боди-триангл. Это очень неприятно всегда. Правда, позицию при этом потерял. Если он сейчас на спину выправится. Встал на спину. И сейчас очень хорошая ситуация для Александра Знушко. Он заблокировал своего оппонента и просто может бить. Работать по голове. Ну, тут и выбраться. Если будет продолжать. Надо просто сейчас доработать. Если он будет так продолжать работать, я думаю, что рефери остановит. Надо просто более плотно ему сейчас... А, вот сейчас хорошо, хорошо. Приложите. Вантеева сейчас плохо очень приходится. Если он что-то не придумает, то... Знушко заберет. Заберет и раунд, и победит. Пытается сейчас Знушко выйти на удушающий. Отвлекает ударами. Здесь все в его силах, потому что он очень хорошо заблокировал корпус своего соперника. И Вантеев просто лежит под градом ударов. Сейчас освобождает шею. Нет, сразу хорошо. Через руку вряд ли. Вряд ли пройдет через руку. Нужно сначала скинуть вот эту левую руку. Вот сейчас вот уже. Вот сейчас. Нет, еще опять не получилось. Нет, Вантеев шикарно защищается, но он не может нас сбросить за самое главное вот этот захват, который... Вот этих ног на корпусе, который... Но он просто в чистую проигрывает раунд. Он сейчас пытается наносить удар за ударом просто. Просто наносить удар за ударом. Смужко просто пропускает в одну калитку удар за ударом, наносит удар за ударом, Вальтеев пропускает соответственно. Останавливает, останавливает рефери поединок, наверное правильно, наверное правильно, там ухо, там есть рассечение чудовищное, да, очень хороший поединок. Ну и собственно не было никаких возможностей у Вальтеева выйти с этой позиции и нет смысла пропускать дальше, даже в защиту. Очень хороший поединок, несмотря на то, что он прошел в партере, он был действительно интересен, он был, постоянно менялась ситуация, но третий раунд Смужко просто великолепно сумел все сделать и забил своего оппонента. Дамы и господа, техническим нокаутом за 3 минуты 25 секунд третьего раунда победу одержал боец синего угла Александр Гильотина Смужко. Поздравляем Александра Смужко, классный грэпплинг и желаем удачи и естественно его оппоненту Александру Вантееву, тоже классный грэпплинг, но немножко не хватило ему. Да, отличный поединок мы с вами посмотрели, смотрим наиболее яркие моменты сейчас, каскад приемов. Все было очень круто. Продолжение следует...